Рука, ой, левая нога спереди, а правую мы берем и подкладываем пяточку под топчик. Кстати, вот в тот субботу, как у вас ощущение там? Крепатура присутствовала? Еще храни делали. Да. То есть, так, я так попробую, хорошо. Почувствовал, да, тоже. Утанасу. Ну, там не только утанасу, но, то есть, там комплекс был. Ну, я так говорю, утанасу не до полу господанного господанца. Понедельник? Да. Ну, да, не тяже, не я хочу. Так, хорошо, значит, вот мы сели, левая ноги у нас приблизительно на среду листопы. И вот это первое положение, вернее, положение артха-вирасана, первое, так сказать. И мы начинаем уходить пупков на бедра. То есть, зацепились пяточкой и пробуем аккуратненько, мягко идти вперед, животом на бедро. Плавно. Смотрите, руки стараетесь держать симметрично относительно ноги. Точно так же, как и в джану шершасани. То есть, расстояние от локтей до пола и расстояние от локтей до пола стараемся держать одинаковое между обеими руками. Ногу не сгибаем, уходим дальше. Стопу держим вертикально, носочек на себя. Живот по бедру. Живот идет вперед. Живот, живот, ребра. И пошли вниз. А теперь потянули макушку из таза. Подбородок вперед, вдох, прогиб. Оборот плечами, мула-балха, выдох. Теперь комфортненько уселись на ноги, подтянули ногу, держим это в положении. И пробуем выбирать ногу, побалансировать. Вот, а он часто, но в таком аспекте интересном. Хорошо. Приподнялись. Съехали чуть-чуть ягодицами на пол. Это не джаруша-шасса, а облегченный вариант. Теперь взяли. В зависимости от того, что получается. Первый, самый простой вариант. Вы берете себя за щеколотку. Отстроили спинку. И вот, приведем его вот так. Ох. Легко, да? Пробуем ее оттянуть. Прямо. За щеколотку. Ног на спину. Держим спину, не бьем. Поясницы не бьем. Хорошо. Теперь взяли себе за носочек. Натянули пальчики на себя. Снова отстроили спину. Идеальный пол. Могу пробовал. И потянули ногу на себя за пальцы. Хорошо. Теперь более сложный вариант. Взяли себя за пяточкой. Пяточкой толкнули плечи вперед. Первичные. А спина у нас прямая. То есть прямая спина, плечи уши вперед. Лопатки на встречу. И мягко пробуем выпрямить. Здесь кость в кость вложить. И если это получилось, то подтягиваем руками. Соответственно, вот в этот момент вы можете почувствовать тепленько, которая пройдет в лицо. Опа. Хорошо. Вот такая простая игунка. Теперь мы снова подружаемся на пятку. Нога прямая. И теперь смотрим, а как отразилось. Вот такой легкий вариант. Раскрытие подколенных сухожилий на том, как мы можем наклониться вперед. Или Адха Мукха. Ардха Вирасана первое. Живот по бедрам. Макушку вытягиваем из копчика. Старайтесь четко засеять, чтобы у вас не было вот этой вот процедуры, когда вы ходите вперед, либо сгибается спина, либо затылок оттягивается назад. Ровная спина, и на ней мы укладываем. Хорошо. Вдох поднялись. Оборот плечами. Мула банковый. Это кто знает, что это такое. Теперь сместились влево. Ногу будет предъявить. Далее есть возможность чуть-чуть. И теперь ногу сгибаем. Кладываем большой палец под колено. Ладошку на икроножную мышцу. И мягко убираем ее наружу. Вот так. А теперь плавненько приближаем к сидаличный выступ. Согнутые ноги к полу. Если он не опустился, мы приподнимаем теперь левую ягодицу, то есть ягодицу выпрямленной ноги, и грузим ту ягодицу. Коснулись одной, коснулись второй. Это положение арт-авирасана третья. Слепая нгару. А наклон в ней будет триамгук хаякапада пащиматанаса. Три опоры у нас. Два сидаличных выступа присутствуют и опора на подъем. И вот эти вещи желательно сохранять. Значит, как бы вас не пыталось тело разворачивать, приподниматься или по ягодицам сгибаемой ноги, мы даем живот вперед. Живот вперед. Нога, колено к колену. Чуть-чуть. Еще ближе. К колене предвижные. Еще. К живот. И по мере наклона можете убирать ягодицы с подседающих выступов. А задняя нога, вернее, подошва, которая назад, у вас по пальчику чуть-чуть развороченный, повернутый внутрь, к ягодице. То есть подъем у вас лежит полно-стюна-полог. Не в сторону. Смотрим. Идем. Живот на бедро и голова на колено. Ниже. Пошли, пошли, пошли. У кого голова коснулась колена, можете выходить по голени внутрь и там подышать. Хорошо. Подбородочек переводит на прогиб. Оборот плечами, оборот. Уходим к левому. Мягко. Мягко. И дали возможность ей получить свежую порцию крови и бьюфи. Теперь ногу сгибаем, ногу. Ногу кладем стопой под 90 градусов относительно голени. Убираем икроножную мышцу и мы в полу корму садимся. первую. То есть или это положение в некотором роде может называться бегун, вернее бегун с препятствиями 0-0-90. То есть 0 у нас в тазу, 0 в колене и 90 в стопе. Теперь мы пробуем уйти вперед, удерживая ногу в этом положении наклониться. поднимаем Поднимаем корму. И теперь смотрите, вот мы продолжаем работать с этой ногой. вот она была согнута, мы ее отводим под 90 градусов, сохраняя эту конструкцию. Приподнимаем таз и опускаем обе ягодицы на пол. А теперь пробуем уйти между двух бедер вперед. То есть те, кто после субботы упражнялся, может почувствовать как у них там восстановилось или нет. Идет живот вперед поднимаем Хорошо, поднялись. Теперь развернули таз на выпрямленную ножку и на выпрямленную ножку, но теперь очень аккуратно идем. Вот. вот. То есть это приблизительно так, как бегун преодолевает препятствия, да? Вот он подпрыгивает, та нога в него уходит назад, вот прыгающие ноги перелетают через барьерчик. Ясно. Но здесь легко удастся существенно. А теперь аккуратно пробуем наклониться на согнутую ногу. То есть у вас тогда левая нога получается в самоканасане арха самоканасана, а правая нога арха долгхасана первая. Идем живот вперед. Есть. Теперь уходим назад мягко и в качестве отдыха выпрямили, согнули, вложили пяткой фах. И теперь вывезли в традиционную джану шершаску. почувствовали подошвы теплоту и мягкость а может быть даже прохладу. Эластика на вашем бедре или теплоты излучаем из-под эластика и мягкость и уходим джану шершаску в традиционную наклончик. Хорошо. Приподнялись. Чуть-чуть сместились. И медиальную джану шершасу мы уходим. Мы стараемся левой щекой или щекой одноименной с выпрямленной ногой приблизиться к медиальной стороне колено. Назадим нас. И уходим в ногу к умному ногу. Хорошо. И приподнялись. Поднялись. Поставили ручку на колено. И подняли таз. Развернулись снаружи. Теперь пробуем выполнить латеральную джану шершаску. Рука на себя. Взяли себя за внешнюю сторону стопы. Подстроили таз снаружи. Развернули таз снаружи. И подмышкой идем на колено. И пробуем головой уйти за колено. там за колено приблизиться к полу. Или коснуться коровы за колено. Выходим. назад. Выходим назад. Снова выпрямим. и поставили ногу пяточкой ягодицей. Это моричья сам. Вышли ребрами на внутреннюю сторону бедра. взяли взяли за пятку или за щеколотку. И теперь в этом положении пробуем наклониться. Живот уходит ниже. Подбородок за колено. Поддержим голову. Оборот плечами и в продолжении этой тематики. То есть мы идем сейчас как бы работаем в этих наклонах асимметричных с разным положением ноги. Немножку правую вырезку. Мягко вложили полу лотос. Или же фигуру блеск полу лотос. у кого что получается. Попробовали слегка приблизить колену и опустить колену на пол. И потом наклониться под арку под маслом. лотос на пол. и правой ручкой делаете оборот. под раз. Вытягиваете вперед и дальше делаете выдох туда-назад. Оп. А потом легко и просто достаете либо большого пальца ноги либо захвати себя за большой палец другой рукой себя за локоть предплечье и перемещаетесь пальчиками на трык в любом случае попробуйте захватить себя то есть за что-то чтобы у вас было адха бадха под маслом второй за пальчик и там себя за локоть или за плечи или за плечи пробуйте то есть комбинатория где вы себя достали и там за локоть и дальше уже тык 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 перебираются и достают либо сразу как вначале пусть в любом случае захватили и теперь наклоняемся или вернее как мы чуть-чуть приподнялись себя взяли и наклонились встал и встал вот вот так переходим влево поднимаем разворачиваем сгибаем подхватываем на подъем и вставляем пяточкой под копчик подошвы пробуем разместить на ягодице прижали и теперь грузим эту структуру своим весом вот вкатились мягко мы вкатились точно так же а если вы заметили как вкатились вернее как мы усаживались первую арха и раз пробуем наклониться сейчас в этом положении теперь носочек на себя приподнимаем таз ставим подошву на полу и отстраиваем себя в ардхамаси драсане добиваемся устойчивого положения ручками в колено вытянули макушку и из таза и всю спину растянули то есть мы реально работаем в колено туда в опору как будто вы на стол поставили и отступили и отступили хорошо теперь правая рука вдох живот втянули ушла туда выдох и пальчиками колено в направлении плеча живот наружу правая рука опускается на пальцы в упор мы тут поддерживаем колено и вот такое движение оборот плеча мы пробуем развернуть наш корпус приблизительно на ту же линию с которой бедро находится нижняя вытянулись опираясь колено и в руку раскрыли грудь тянули живот перебросили живот через бедро почувствовали скруточка легкая хорошо теперь вы устойчиво можете сидеть и отпустить левую руку левой рукой делаем вот такое движение оп и в небо лампочку вкрутили есть теперь зацепили небо выкрутили лампочку и вставили локоть за колено тянули на выдохе живот теперь обратите внимание как движется рука вот у вас рука здесь стоит вы начинаете двигать ее на себя первое колено затем пальцы обращаете вдоль в грудину пошли пальцы вдоль в грудину к колену и вариант первый либо вы берете себя за колено либо если это легко получается значит вы делаете так раз два три и здесь рука делает вдох оп и оказывается прямо на ногу и вы берете себя за большой пальчик разворот вот вот рука здесь потом так когда она разворачивается с нее так ловить так оно не получится а так раз и вот и все либо за колено вот у вас арт и мягко пошел под через мягко поднимаем таз поставив руку на ширину плеч перед собой на линии колена так таким образом мы подготовили наше тело очень комфортной боковой бокасы если мы сейчас будем сгибать левую руку она у нас будет идти туда от колена мы можем колено подважить рукой смотрите мы делаем вдох поднимая таз одновременно сгибаем руку опа и у нас оказывается там вот бедром локоть продолжая движение мы поднимаем колено другой ноги и вываживаем наше бедро опять на эту же руку а после смотрите оп переводим ножку сюда и вот что показываем и дальше если петлю и подкатиться ручьями из вашего лба на коврик тогда его не смачиваем чтобы потом руки не скользили все возвращаемся назад в арт и перейдем в корову номер 2 или рука саму 2 вот мы сидели вернулись да в праву если смотреть относительно себя теперь правую ногу вы ведете вдоль бедра туда дистальной части бедра около колена ведете так чтобы у вас колено расположилось над коленом и кладете уши коровы вот вы видите смотрите на нее правое ухо и левое ваши подъемы лежат на полу видно а морда коровы это ваши колени расслабили и теперь начинаем опускать ягодицы на полу и вот ваши ягодицы расположились между пяток вот у вас уши и вот у вас можно второе понятно да и вот теперь идет очень мощный классный проработ тазобедренных суставов положите ладошки на точки трехсердинц и подышите вдох левой рукой вверх голову через голову в правую руку в ногу и по кольцу замкнулось таз и опять в правую руку восьмерка видите через таз внизу кольцо два кольца верхнее кольцо нижнее кольцо восьмерка хорошо теперь уходим вперед подводим левую ягодицу под левую ягодицу левую ягодицу отклоняемся назад а правая нога приодняется с м